Первый шаг в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Жители нашей страны, которые достигли совершеннолетия, могут бесплатно вакцинироваться от COVID-19. Подробнее в сюжете нашей коллеги Елизаветы Кабановой. 18 января в России началась массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции. Ниндзьский округ также не стал исключением. Более двухсот наринмарцев уже привились, еще более 150 ожидают своей очереди. Вакцинация проходит во взрослой поликлинике и в центральной поликлинике Заполярного района. Вакцина торговой марки «Спутник Ви». Вакцина «Гамка Витвак». Вакцина двухкомпонентная. Первый компонент делается сразу, второй компонент через три недели. Противопоказаниями являются обострение хронических заболеваний, онкологические заболевания, у которых ремиссия менее 5 лет, ну и острые респираторные заболевания, беременность, скормление грудью. Противопоказания ничем не отличаются от тех, которые бывают при любой другой вакцине. Перед тем, как зайти в кабинет, где вам сделают прививку, производится осмотр терапевтом, который решает, можно ли вам вакцинироваться. Анализы сдавать не обязательно. Тем, у кого нет антител, власти рекомендуют сделать прививку. После вакцинации сдача ПЦР-теста по прилете не обязательно. У каждого, кто пройдет два этапа, будет специальный сертификат. После введения второго компонента мы автоматически выдаем справку о том, что человек привит, а через некоторое время в Госуслуга становится доступен сертификат в электронном виде. Граждане могут записаться на вакцинацию не только по телефону, но и через портал Госуслуг. Вам нужно нажать кнопку «Записаться на вакцинацию», а после откроется форма сервиса «Запись к врачу». Здесь вы указываете регион, вписываете свои данные или данные того человека, который будет вакцинироваться. Если профиль на портале был полностью заполнен, необходимая информация внесется автоматически. Если данные не были введены, вы указываете ФИО, данные полиса ОМС и СНИЛС. Среди жителей, которые приняли решение вакцинироваться, есть как молодое поколение, так и люди более старшего возраста. В интернете узнал, что бесплатные прививки делают от ковида. Как только появилась новость о том, что Россия разработала вакцину, вы сразу же решили, что он в пользу идеально? Ну да. Столько болезней ходят. Сейчас ожидается дополнительная поставка препарата. В ближайшие дни поступит 1000 доз гам-ковид-вак, а в феврале ведомство получит еще 3000. Жители сельской местности также уже начали прививать специалисты мобильной медицинской бригады. Елизавета Кабанова, Вадим Стасюк, Антон Водряков, Телеканал «Север».